Это Русский Космос. Здравствуйте! И с вами снова я, Фёдор Юрчихин. Очередная тема нашей беседы – Венера. Совершенно недавно весь учёный мир сколыхнула статья о фотографиях с Венеры. Фотографиях ещё той советской эпохи, когда со станции Венера были доставлены первые и единственные на сегодняшний день фотографии небольшой области Венеры. У нас в гостях Леонид Васильевич Ксанфомалити. Добрый вечер! У Леонида Васильевича огромное количество учёных степеней. Он доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель лаборатории Института космических исследований. Но главное, почему он сегодня здесь, Леонид Васильевич – автор этой самой статьи. Ну, говорить, что на этих панорамах было обнаружено то-то и то-то, и конкретно приводить примеры, я бы избегал. Я называю то, что было обнаружено – это «возможные признаки жизни на Венере». Статья называлась так – «возможных признаков жизни». Вообще, наука не любит категорических утверждений, и всегда нужно держать в этом смысле порох сухим. Нужно иметь доказательства того, о чём ты говоришь, и нужно также рассматривать, каким образом можно, двигаясь вперёд, развить эту тему и получить новые какие-то подтверждения, новые доказательства. Леонид Васильевич, а всё-таки Венера – 100 атмосфер, 400-450 градусов, сплошная кислота в атмосфере, и вдруг жизнь. Понимаете, какая штука? Вот желательно позицию, которую мы с вами сегодня рассматриваем, подкрепить какими-то возможными отклонениями от той парадигмы, от той въевшейся в наше сознание биологической жизни, которой мы с вами располагаем. Вот то, о чём говорят многие авторы в научных публикациях. Ну, снобизм такой, понимаете, вот снобизм того, что мы видим вокруг себя. Действительно ли невозможно существование жизни в других формах? Оказывается, даже на Земле. Сколько угодно примеров недавно было открыто, что земная кора на глубину до 5 километров наполнена микроорганизмами. Про это никто не догадывался. Оказывается, масса этих микроорганизмов, несколько десятков раз больше того… Не говоря о том, что они не видят Солнце. Не говоря о том, что они не видят, и им не нужно Солнце, Солнце для них вредно. Они не пользуются кислородом. Кстати сказать, сама по себе эволюция нашей планеты и появление на ней кислорода в своё время была совершенно фатальным для живших тогда организмов, потому что кислород был ядом. И когда мы с вами приспособились к этому способу жизни, теперь мы без кислорода существовать не можем. Но микроформы жизни, которые существовали тогда и существуют и сейчас, вот я говорю, и не только в глубине почвы, а это было открытие совершенно недавнее, не только в глубине грунта на глубину до 5 или даже иногда больше километров, им этот кислород не нужен. Он вреден для них. Дальше. Мы привыкли к той форме жизни, которая основывается на соединениях углерода. И вообще говоря, химики могли бы предложить другие варианты существования жизни. Когда первые изображения мы проанализировали, первая мысль была такой. Мы советовались с академиком Кардашовым, и вопрос, который у нас первым был. Но на Венере не может быть воды. Дело в том, что вода – это очень интересная штука, вода – очень интересное соединение. Оно определяет вообще жизнь всей планеты. Нашей планеты выше 374 градусов по 100-градной шкале, вода существовать не может. Она может быть только паром. Жидкой воды не может быть. На Венере, поскольку там давление меньше, критическая температура 320, а температура поверхности – 460. Поэтому воды там не может быть. А в слоях атмосферы? Ну, это очень интересный вопрос. Дело в том, что сама атмосфера состоит из углекислого газа. В ней всего 3% с небольшим азота. Но на самом деле азота столько же, сколько у нас. Просто из-за огромного давления его получается меньше. До высоты примерно 50 километров атмосфера сравнительно прозрачна. Хотя весь тот углекислый газ, который в этом слое есть, – это одна треть земного океана. Когда мы с вами ходим по Земле, мы ходим в атмосфере довольно плотной. Это всеобщее заблуждение, что атмосфера у нас разряжённая. Нет, она плотная. Плотная атмосфера. 1 килограмм на 1 кубический метр. На Венере это 65 килограмм. Дальше. На высоте примерно 50 километров начинаются облака Венеры. Эти облака состоят из мельчайших капель серной кислоты. Причём концентрированной серной кислоты. Не такой, как в аккумуляторе вашего автомобиля. Это очень плотная, достаточно плотная серная кислота. Это капли микронного размера. И как это получается всё? Воды там нет. Но оказывается, ничтожные количества. Что значит ничтожные? Ну, скажем, одна из 100 тысяч молекул будет молекула воды. Этого хватает. И вот тогда эти сернистые соединения, они работают в таком цикле, который образует метеорологию Венеры, так же, как на Земле образует метеорологию Земли вода. Наверху изофатолиза образуются мельчайшие капли серной кислоты из сернистого газа, который проходит через ряд химических превращений и взаимодействует с этой водой. И потом под вами 20-километровый слой тумана серно-кислотного. А ниже 50 километров он уже не может существовать. Он начинает разрушаться. И весь цикл включает снова. 50 лет назад, в феврале 61-го, к утренней звезде стартовала советская автоматическая станция Венера-1. Первый космический межпланетный аппарат. Поначалу было совершенно неясно, каким требованиям должен удовлетворять космический аппарат, который мы вводим в атмосферу Венеры. Потом он как-то там проходит через нее, достигает поверхности. Успех пришел в 70-м, когда станция Венера-7 опустилась на поверхность планеты. Тогда-то мы и заглянули под вуаль утренней звезды. Несколько запусков на Венеру. Это облет Венера, посадка на Венеру, снятие панорамы. И в черно-белом, и в цветном. Ну, представь себе, при такой температуре, которая на Венере, и при том давлении, которое на Венере, наша аппаратура проработала около двух часов. Данные, полученные в Венере-7, стали сенсацией. На поверхности утренней звезды условия были отнюдь не райскими. Атмосфера из смеси ядовитого углекислого газа и азота, закрученная в гигантский ураган. Давление почти 100 атмосфер. Жара до 500 градусов по Цельсию. И разряды молнии, бьющие в застывшую базальтовую лаву, наводили на мысль, что жизнь здесь, в принципе, невозможна. Говорит Москва. Три звездолета советской космической экспедиции благополучно приближаются к Венере. Полвека назад, одновременно с началом первой венерианской миссии, в 61-м году на экраны страны вышел фильм Павла Клушанцева «Планета бурь» по повести Александра Казанцева. В фильме советские космонавты встречают на Венере огромный разнообразный мир. Жизнь? Эх, Тарвина, до свидания. Ну вот представим себе, что вы, скажем, создатель жизни, и вам предъявили вот такую планету, и сказали, можете ли вы на ней образовать жизнь. Ну вот, возвращаясь к тому разговору, который, значит, когда мы обсуждали с академиком Карадашовым, что можно сделать, он взял, позвонил в Институт элемента органической химии. Я поехал туда и выяснил, да что вы, жидкостей, существующих при этих температурах, сколько угодно. Это специальные жидкости, специальные химические соединения. Но то, что было, например, дальше, это вообще было совершенно фантастично. Вот эти картинки, о которых мы с вами говорим, и вот картинки, которые сейчас мы с вами показываем, это одно из образований, которые удалось обнаружить. И вот те образования, которые мы, значит, видим, в некоторых случаях допускают даже такую интерпретацию, что это какой-то влажный след за перемещающимся объектом. Если встать на точку зрения, что это действительно какие-то живые существа, то, значит, они основаны на какой-то другой, уже прямо здесь видно, на какой-то совершенно другой биохимии. Как все это было найдено? Это, вы знаете, целая эпопея, потому что, когда первые только были аппараты наши на поверхности Венеры, и они передали первое изображение, кстати сказать, было довольно забавно, потому что на каждом аппарате было по две камеры. Одна сработала, потому что открылась крышка, а вторая крышка не открылась, и камера передавала изображение внутренней поверхности крышки. Потом был 1978 год, когда ни на одном аппарате, была Венера 11 и 12, ни одна крышка не открылась. Это было ужасно. Потом разработчики проявили чудеса испытаний. Они несколько десятков аппаратов сделали для того, чтобы понять, что же там происходит. Были какие-то непредусмотренные реакции, были какие-то непредусмотренные воздействия атмосферы. И тогда уже появились два вот этих аппарата Венера 13-14, у которых все крышки открылись, и которые работали довольно долго. Что было накоплено очень много. И если взять все, включая фрагменты, их у нас сейчас 38. То есть это такая лабораторная основа для исследований, что просто, наверное, другие бы могли позавидовать. 1975 год. Появились эти первые изображения, на которых мне показалось, я вижу вот то, что я вижу сейчас. И вышла моя первая книжка, тогда она была еще только наивной. Там была фотография прямо этого объекта. И сказано, что при некотором игре воображения вы можете видеть обитателя Венеры. Ну, все стали меня клевать, ну, как ты можешь такое говорить? Ну, я человек упрямый. А дальше, дальше постепенно развивались средства обработки. Потому что те изображения были очень грубые. И вы знаете, вот, когда смотришь на ту технику обработки, которая существует сейчас, и то, что с ее помощью можно сделать, невольно возникает вопрос. Ребята, почему же мы этого не сделали тогда? Это не был в полном смысле слова телевизионный эксперимент, когда получали. Это была электронно-механическая камера. Ее разработал профессор Селиванов, Арнольд Сергеевич, со своими коллегами, главную роль из которых играл Гектин, Юрий Михайлович. Они сейчас работают, сейчас создают такую же аппаратуру. И они, конечно, работают в этом направлении и сейчас. И когда я обратился к ним с просьбой посмотреть, что получается, заключение было очень интересное. Нам очень не нравится твоя гипотеза, сказали о ней. Но мы не можем придумать ничего другого, чтобы объяснило то, что мы там видим. Вы меня убедили, живые организмы, но ничего общего с земными они не имеют. Зачем нам Венера? Картинка, которую вы сейчас видите на экране, это обработка одной из тех панорам, которые не стали рассматривать вообще. Она была девятой и интереса для людей не представляла. Поскольку первые три были совершенно не зажимленные, этого было достаточно для того, чтобы создать вот это вот цветное изображение поверхности, публиковать его во всех журналах. А вот то, что я показал сейчас, это деталь, которая буквально бросается в глаза. Но самое поразительное вот что. Когда мы немножко обработаем, убираем там какие-то помехи из изображения, а само по себе происхождение помех – это чудо. На Венере существует, например, источник помех, который противоречит физике. Я об этом когда-нибудь расскажу. Когда мы убираем эти помехи, появляется нечто, что совершенно четко напоминает что-то вроде земных насекомых. Когда я обрабатывал, я для себя присвоил там какие-то условные названия. Там диск у меня есть, есть черный лоскут. Это я назвал скорпион. Длина его 170 миллиметров, то есть это довольно большое образование. Хвостик действительно напоминает какое-то насекомое. На передней части, как будто бы сложенные лапки. Очень похоже на все это дело. Так вот, до 93-й минуты его не было. После 113-й минуты его тоже нет. Но первое, что у меня было, конечно, мысль, что это что-то отделилось от аппарата. Есть такая версия у американцев, она гласит, что это что-то отделившееся от аппарата, упало, а потом сдуло. Вы знаете, если бы что-то отделилось от аппарата, аппарат бы больше не жил. Аппарат находился в условиях, когда на него давит 92 атмосферы, когда вокруг 460 градусов, и малейшая дырочка в этом аппарате, или разрушение какой-то оболочки, придет к тому, что мгновенно все выйдет из строя. Газ ворвется туда под огромным давлением. А он, аппарат, после этого еще жил час-шесть минут. Не лыком мы шиты, в конце концов, вопрос о ветре. Первым делом тоже пришел в мою голову. Ну хорошо, допустим, это не аппарат, а что-то, но случайно образовавшее. Дело в том, что у меня на этом аппарате было несколько приборов. Один из них — это «Гроза», эксперимент, с помощью которого были открыты молнии на Венере. Второй эксперимент, там был еще один, для определения сейсмических свойств Венеры. А третий — это был потайной от начальства, и я поставил туда микрофон. Мне было очень интересно, что за звуки слышны на поверхности Венеры. Этот микрофон, оказалось, прекрасно регистрирует шум ветра. Ветер там есть. Ну, мы, значит, быстренько взяли такой же самый прибор, отнесли его в университет, где имеется, как это называется, туннельная, аэродинамическая труба, да? Американцы называют «тюнел винд». И вот прогнали его, зафиксировали, какие шумы, при каких скоростях ветра, пересчитали на плотности, при каких углах, и получили, что в это время скорость ветра на Венере была 0,38-0,42 метра в секунду. Так вот, значит, что получилось. Получилось, что если вы хотите посмотреть, как на вас влияет ветер, то аэродинамика дает очень простую формулу. Произведение плотности на квадрат скорости, умноженной на площадь объекта. Что получается? При этих скоростях на наш объект давила сила атмосферы 0,08 ньютона, что совершенно недостаточно для того, чтобы его сдвинуть. Уполз. Вы знаете, там забавная вещь. Когда аппарат садился, он садился с большой скоростью, 7 метров в секунду. И когда он ударился о поверхность, ускорение составляло 50 G. Венерианских G, но это не намного меньше, чем 7 метров. Однако вместе с тем он шел и со скоростью ветра вбок. Ну, понятно, что ветер не мог его не разогнать. И при этом получилось, что он ударился о поверхность, разбил участок поверхности и выбросил в сторону разрушенную породу. С одной стороны, буферная часть посадочного аппарата совершенно чистая, а с другой вся запорошена. Когда камера смотрела в эту сторону, где все было запорошено, на 93-й минуте вот этот объект и появился. Появился. Значит, что с ним было? Его засыпало. Засыпало? Просто-напросто. И он полтора часа выбирался из сантиметрового слоя грунта. Здесь уже перепрыгивая через все остальное, что я сделал за эти годы, если там есть эта живность, она страшно слабая. Они очень слабенькие. И живут в очень медленном мире. Это планета, которая нас оснащает колоссальным количеством энергии. Во-первых, у нас очень мощная флора. По существу вся флора и дает возможность нам существовать. Через животных, в конце концов, мы там едим все это. Далее. У нас кислородная атмосфера. Там нет кислорода. Понимаете? На чем может основываться их биохимия? По-видимому, на фотосинтезе. Когда первые аппараты, самые первые, мы отправляли на Венеру, мы даже не знали, светло там или темно. Первые приборы были для того, чтобы определить, не вечная ли там ночь. Оказалось, что там достаточно светло. Что-нибудь на дневной стороне, а день на Венере длится больше года, на дневной стороне освещено что-нибудь 3,9 килолюкс. В вашем домашнем рабочем столе освещенность, скажем, если стол непрямого окна, что-нибудь 200 люкс. А тут, понимаете, 3 тысячи. Это как, скажем, в глубине не очень плотного леса. То есть растения вполне могут для этого существовать. Другое дело, на каком метаболизме они работают, как они это делают. Мы сейчас находимся, ну, скажем, первой, третьей нашего пути. Когда появляется каждая новая идея, она проходит через три стадии. Первая, боже мой, какая глупость. Вторая стадия, об этом что-то есть. Третья стадия, ну, кто же этого не знает. На какой стадии вы? Между первой и второй. То есть еще какая глупость, но что-то в этом уже проглядывает. Да, уже проглядывает. Что-то и в этом проглядывает. Идеи освоения утренней звезды актуальны и сегодня. Колонизацию Венеры предлагается начать с освоения венерианской газовой оболочки. Ученые считают, аэростаты с колонистами на борту могут плавать в атмосфере Венеры на высоте 50 километров. Для этого необходимо терраформирование, изменение климата. Для начала заселить Венеру земными бактериями, способными уничтожить ядовитый СО2. Для того, чтобы начать проект, все уже есть. Есть космонавты, которые готовятся на Марс и точно так же могут долететь до Венеры даже проще. Даже уже аэростаты в небе Венеры уже летали. Для грамотной колонизации планеты необходимы точные карты местности. Сегодня процесс картографирования Венеры почти завершен. Осталось подробно изучить атмосферу и поверхность. Поэтому через несколько лет Россия планирует запуск принципиально нового космического долгоживущего аппарата Венера-Д. На каждой планете свои условия. Например, у нас возникла идея сделать на Венеру некий шар, который катается по поверхности, без колес, без ничего. У нас такая идея есть, и мы сейчас думаем, как это реализовать. Запуск Венеры-Д намечен на 2016 год. Возможно, Венера, как и мечтал Королев, станет русской планетой. В предыдущей передаче мы говорили о Марсе, много возможной будущей планете для человечества, запасной планете. А Венера? Чем вас не утраивает Земля? Нет, меня уговаривать не надо. Я считаю, что наш дом – это Земля. Человек может погулять, а вернуться домой. Такое беспокойство, стремление к перемене места – это наше свойство. Сами проекты, конечно, совершенно фантастические. И я думаю, что это за пределами возможного. Когда-то, например, была такая попытка объяснить странные вещи, которые происходят в атмосфере Венеры. Я уже говорил, что там капельки серной кислоты, причем наверху они только что родившиеся, они микронные. Потом процессы называются коагуляции, коалисценции, когда они укропняются, доходят до трех микрон, и дальше они уже пропадают. Почему появляются вот эти образования? Хотя серной кислоты, точнее сернистого газа, СО2, для этого недостаточно. Вот идея была такая. Это вулканизм. Нет, оказалось, для того, чтобы каким-то образом чуть-чуть наполнить атмосферу, не так вот, как вы говорите, преобразовать ее всю, а чуть-чуть, на тысячные доли процента, нужна чуть ли не вся история планеты, понимаете? Планета – это огромное тело, наша Земля – это огромная планета. То есть такого количества аппаратов мы не построили для того, чтобы преобразовать планету в атмосферу. И зачем самая неполезная? Вот есть Земля, есть Венера, есть Марс. На Марсе недостаток атмосферы и прохладная температура. Почему так получилось? Почему эволюция настолько их разбросала? Напишите объяснение, Нобелевскую премию гарантирует. С этого времени, которое прошло всего-то с 1995 года, не было до этого известно ни одной планеты у других звезд. Сейчас экзопланеты, так их называют. Их больше 700. Их известно уже больше 700. И поскольку техника совершенствуется, на самом деле то, как их регистрируют, это искусство. Это больше искусства, чем наука. И вот с помощью тех методов, которыми их регистрируют, нам сейчас удается немножко приблизиться к массе Земли. До этого можно было обнаружить только экзопланеты с массой Юпитера. И вот оказалось, что среди них есть поразительные тела. Забегая вперед, скажу, что ничего похожего на нашу Солнечную систему до сих пор не найдено. Есть такая, например, гипотеза, что когда она образовывалась, прошла мимо посторонняя звезда и вывернула ее наизнанку. Это следует, например, из того, что у нас планеты с малыми массами близко к Солнцу, а планеты-гиганты далеко. А у многих экзопланетных систем все наоборот. И вот те суперземли, их назвали суперземли, это планеты более или менее близкие к нашей Земле, они представляют такое фантастическое разнообразие условий, что просто фантазии не хватает это сделать. То есть, судя по Венере, возможно, как вы написали, возможно это. То есть, это суперфантастическое изобилие разнообразия живых форм на тех планетах. Возможно. Говорим о возможности. Ну, с вами приятно разговаривать. Вы видите вперед, что я хочу сказать. Что вот там мы можем встретить поразительные вещи. Ну, например, обнаружены планеты-океаны. Солярис. Что-то вроде. Понимаете? Вот Солярис, конечно. Мне все время приходят в голову вот эти вот Лем, приходят в голову наши Стругацкие. Они поразительные ребята. И вот то, что обнаружено, например, это планета, покрытая, ну скажем, океаном глубиной 100 или там 150 километров. Есть определенные ограничительные физические свойства у этих планет, которые ограничивают глубину океана. Ну, вот такие вот вещи обнаруживаются. Причем, несмотря на то, что по поводу экзопланет можно больше фантазировать и смотреть, что не противоречит физике, чем опираться на наблюдение. Но высказанные, например, в одной недавней работе, вот моим коллегой и мною, идеи относительно водного мира этих планет, она, как ни странно, подтвердилась. Потому что оказалось, что в тех спектроскопических измерениях, которые были проведены, вся атмосфера состоит из водяного пара. А океан сам находится при высокой температуре, 200 градусов, даже больше. Не может, потому что давление... Давление огромное. И вся атмосфера построена, весь, вся планета построена на основе океана. Отталкиваясь от наших идей по поводу Венеры, вы представляете себе, какая живность должна жить в этом океане. Может быть, там есть какие-то цивилизации, основанные на вот этой совершенно непонятной для нас форме жизни. Работа, с обсуждением которой мы начали, она на многое не претендует. Вот что мы видим, то и пишем. Скажите, пожалуйста, а может быть, это вот ваш все-таки такой ход бросить и возбудить мысль? Эти слова произнес на самом деле Академик Спирин. Это как раз та новая идея, мимо которой мы не должны пройти. Я к чему веду? Этим снимкам 30 лет. Но 30 лет ни мы, никто на Венеру не ходил. Прежде всего мы, как первооткрыватели. Должны были. Должны были. Давайте вот посмотрим на 4 года вперед. 2016 год в планах Роскосмоса такой аппарат, как Венера-Д. Новый наш проект. Проект, который пока планируется в районе 2016 года. Должны. Будем. Сможем. Проект обсуждается. На проект составлены технические задания. Для проекта рассматривается состав аппаратуры, который должен быть. Будем надеяться, что он будет осуществлен. На этой оптимистической ноте и хотелось бы закончить сегодняшнюю передачу. На днях Леониду Васильевичу исполнилось 80 лет. Если честно, сегодня я этого не ощутил. Я увидел достаточно молодого и энергичного, полного планов человека. Поздравляем его с этим. С вами был Русский Космос. Спасибо и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова